Уважаемые коллеги, последние несколько месяцев в России находится в состоянии шока и ступора. Люди не понимают, что ждет нашу страну и чем в итоге может закончиться та ситуация, в которой оказалась Россия в результате многолетней монополии на власть одной политической силы, сделавших кумовство, вседозволенность и безнаказанность главными принципами своего правления. Мною и моими коллегами по фракции подготовлено третье издание аналитического доклада «Единая Россия и коррупция», дающего представление о том, что в действительности представляет собой партия власти и каким разрушительным и катастрофическим последствиям для России привело безраздельное правление тех лиц, которые присвоили себе право распоряжаться народным достоянием, государственной собственностью, судьями миллионов людей. Считаю необходимым представить вашему вниманию некоторые выводы и акцентировать внимание на тех фактах, которые очевидны, подтверждены и доказаны. В докладе собрана информация о деятельности более 300 представителей партии власти. По каждому из этих лиц составлено досье, в котором содержится информация о совершении преступлений или причастности к преступлениям, предусматривающим уголовные наказания. Среди преступлений, совершенных и совершенных теми, кто сегодня находится у власти в стране, можно встретить почти всю особенную часть уголовного кодекса. Это убийства, умышленные причиненные тяжкой вред здоровью, похищение людей, мошенничество, присвоение и растрата, разбой, половое сношение с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Я говорю о конкретных, доказанных деяниях. Громкие дела в отношении региональных чиновников, ставшие достоянием гласности за последний год, являются только вершиной того криминального айсберга, который грозит утопить нашу страну. У всех на слуху дело главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и его приближенных, который обвиняется в организации преступного сообщества, причастного к совершению десятков эпизодов мошенничества в особо крупном размере. В рамках уголовного дела, который ведут следователи Следственного комитета совместно с оперативниками ФСБ, изъяты десятки килограммов ювелирных изделий, часов стоимости до 1 миллиона долларов, документы по легализации похищенных активов на миллиарды рублей. Все чаще следствию и российским правоохранительным органам удается выявить внушительные по масштабам организованные преступные группы, участниками которых являются действующие чиновники и депутаты, лица, приближенные к власти. И есть основания полагать, что федеральный центр действительно проявляет волю для борьбы с преступными группами во власти. Однако эти действия по-прежнему недостаточны для того, чтобы уничтожить криминального спрута, удушающего нашу страну. Зачастую многие эпизоды преступной деятельности членов Единой России ставятся достоянием общественности только по прошествии множества лет и остаются безнаказанными. Вероятно, все помнят обстоятельства дела представителей Республики Калмыкия в Совете Федерации Провкина, который отметил рождение собственного ребенка, изнасиловав в Москве школьницу. Экс-сенатор отделался условным сроком. Собранные нами данные позволяют уверенно утверждать, что практически в каждом российском регионе сегодня у власти находятся люди, совершавшие и совершающие преступления против государства и общества. И эти люди по-прежнему обладают иммунитетом от действий законной наказания. И все они являются представителями партии власти. При этом ни руководство Единой России, ни те члены партии, которые не заморали себя преступной деятельностью, не только ни разу не покаялись перед народом в том, что происходит, но и не сделали ничего для того, чтобы очистить собственные ряды от откровенных подонков и негодяев. У одного лишь губернатора Сахалина Хорошавина дома было изъято денег свыше 1 миллиарда рублей. Мы уже не говорим о хищениях в рост агролизинке 30 миллиардов рублей, Минобороны 13 миллиардов, рост ресурсов, ущерб 1 миллиард рублей и другое. Это лишь самые резонансные случаи коррупции. Да и данные, которые дает Следственный комитет, это лишь вершина айсберга. К тому же против кого возбужаются уголовные дела о коррупции? Уверен, высший правящий эшелон, среди которых немало членов Единой партии Единая Россия, они касаются в меньшей степени. Очень редко удается поймать за руку высокопоставленных взяточников и мошенников. Согласно последним данным по индексу восприятия коррупции, наша страна находится на 119 месте, рядом с Ералеоной и Гаяной. Это какой-то позор. Еще в 2012 году спикер счетной палаты Сергей Степашин говорил, что каждый год из средств, выделяемых на госзакупки, похищают 1 триллион рублей. Куда деваются эти деньги? Уходят за рубеж? Оседают в карманах? По ним почти нет уголовных дел. Кто замешан во всем этом? Мы постоянно жалуемся на то, что не хватает школ, больниц, детских садов. Сложное медицинское оборудование и лекарства также практически не производятся. По некоторым оценкам, в результате коррупции и казнократства в России разворовываются по одному миллиарду долларов в день. На те деньги, которые мы теряем каждый год, мы могли бы отстроить всю страну заново. Более того, нам не дают принять законы, которые мы могли бы ограничить коррупцию. Единая Россия блокирует внесенные партией КПРФ законопроекты о реализации статьи 20 Конвенции ООН против коррупции, о внедрении института конфискации имущества у коррупционеров и их ближайших родственников, об ограничении на занятия отдельных должностных лицами, имеющие судимость за совершение коррупционной преступности, о введении запрета определенным должностным лицам иметь недвижимость имущества за границей, о введении инструментов парламентского контроля в отношении юридических лиц и организаций с государственным участием, о пресечении теневого финансирования политических партий, об отмене неприкосновенности у президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий. Все эти законы находятся в Государственной Думе и внесены в наши фракции. Цинизм, лицемерие и упустительство власть придержащих стало причиной того, что Россия сегодня оказалась в состоянии масштабного экономического и политического кризиса. Мы не смогли воспользоваться теми преимуществами, которые давали нам высокие мировые цены на энергоносители, не смогли восстановить имеющийся промышленный и сельскохозяйственный комплекс, доставшийся нам от СССР, не могли создать новое конкурентноспособное производство. Мы не смогли даже создать нормальную, эффективную политическую систему, предполагающую конкуренцию и механизм открытой и прозрачной смены власти. Чудовищную, по-другому не назовешь, ситуацию мы сегодня имеем в Самарской области, где губернатор Меркушкин, являясь членом «Единой России», фигурирует в материалах следствия в качестве лица, осуществляющего на протяжении 2012 и 2015 годов финансирование и распространение публикаций, дискредитирующих нескольких десятков региональных и федеральных лиц, включая, подчеркиваю, включая руководителей администрации президента Российской Федерации. В этих материалах есть показания о фактах коррупции и грубом нарушении законности в Самарской области, в частности, при лоббировании губернатором Меркушкиным интересов бизнеса, своих родственников для получения бюджетных подрядов. В ответ, вместо того, чтобы возбудить уголовное дело и расследовать обвинение в адрес губернатора Меркушкина следственному управлению Следственного комитета по Самарской области, было возбуждено уголовное дело по факту якобы разглашения данных материалов предварительного следствия на депутата Самарской губернской думы от Компартии Российской Федерации товарища Матвеева, у которого в срочном порядке провели обыски. На наш взгляд, началась очередная кампания увода от ответственности чиновника верхнего эшелона власти от партии власти. Этого допустить, товарищи, нельзя. Я призываю вас взглянуть правде в глаза, какой бы нелицеприятной и чудовищной ни была эта правда. Эпоха воздействия и молчания закончилась. Нам необходимо очистить власть от криминала и вернуть принцип неотвратимости наказания, независимо от занимаемых должностей или принадлежности к той или иной политической партии. Спасибо.